Ну что, друзья, всем приветик! Как и обещал, после отпуска будет продолжение ремонта этой машины. Это красавица опять-таки в мастерской Mercury Grand Marquis. Работа была произведена до отпуска, замена катализаторов и проблема также и осталась. Значит, давайте я вам сейчас по порядку расскажу. Возможно, что-то я в первом ролике упустил, недорассказал, поэтому была такая куча негативных комментариев, типа, зачем были, надо было менять катализаторы, это моя вина, нужно было настоять на том, чтобы их не менять, тем более, тут написал Серега, типа, ловкач, еще себе и оставил эти катализаторы, которые, в принципе, стоят больших денег и они в порядке. Значит, давайте по порядку, ребят, сейчас я вам расскажу, как все начиналось. Клиент позвонил по телефону, сказал, что, Сергей, тебя порекомендовали мои одни знакомые, поэтому обращаюсь за помощью. И сказал, что, вот, рассказал о своей проблеме, что он приехал в одну американскую мастерскую, ребята посмотрели на свечи зажигания, на катушки, сказали, что все в порядке и нужно замену делать катализаторов. Я так понимаю, что они дали, видимо, ему большую квоту, поэтому он начал искать кого-то, кто сделал это подешевле. Поэтому вот он и ко мне позвонил. Значит, изначально он сказал, могу ли я катализаторы просто отрезать и туда варить простую трубу. На что я сказал, что я этим не занимаюсь. И ему надо приехать ко мне, чтобы я, ну, 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 не то, что сделал диагностику, а посмотрел на состояние вот этих выхлопных всех труб, насколько они ржавые. И только правильный ремонт, ну, замена катализаторов. Он, короче, ко мне приехал, я посмотрел, все сказал, что вырезать, пробивать катализаторы я не буду, только замена. Он попросил, сколько это будет стоить. В общем, я ему дал цену, он согласился, и поэтому машинка вот здесь была на ремонте меня до отпуска. Опять же, я не настаивал на диагностике. Я как бы доверился этому клиенту, потому что, ну, если он был уже у американцев, заплатил возможные деньги, они сделали диагностику. Ну, как бы я поверил, что нужна замена катализаторов, и он тоже так настаивал. Поэтому я смело начал заказывать катализаторы и приступать к ремонту. Оказалось, все не так просто. Когда я делал ролик, в одном эпизоде, один парень, его зовут Тимур, если не ошибаюсь, он тоже автомеханик, он увидел, вот глазастый парень, что молодец, что вот здесь идет искра, пробивает искра. И, кстати, это очень хорошо видно на видео. Он написал 5 минуты, 5 минуты, 32 секунды, прям видно, как пробивает искра. Это провод. Но, ребят, то есть, Тимур, это не провод, это просто электрический провод идет на... Вниз пошел. Это не провод зажигания. Здесь, в принципе, вот катушки зажигания наверху. Я уже сейчас все поснимал и вам расскажу. И я подключил свой компьютер и принял код, что цилиндр номер 5 идет в миссфаер, провал. Я не стал подключать свой большой такой компьютер. Подключил маленький простой. И вот здесь вот написано, что цилиндр номер 5 миссфаер. Я даже ему показал, что перед тем, как отдать машину, допускает, что проблема в катушке зажигания или в свече, а не в катализаторах. Даже вот здесь видно. Вот она, вот она идет искра, вот она пробивает. Не знаю, камера показывает или нет, но искру там видно. Вон она пошла, пошла фигачить. Вот. В принципе, когда сейчас машина работает, искры вообще не видно. как бы этот провод я не приближал ближе к корпусу или отводил, искры вообще нету. Куда-то она пропала. Так, ну и сейчас я ковыряюсь, делаю диагностику, смотрим, что происходит. Я здесь, в принципе, уже немножко все разбирал. Цилиндр номер 5, это вот он, вот этот первый цилиндр. Вот этот. Я вытащил катушку зажигания. Смотрите. Знаете, капает. А что это? Давайте посмотрим. Смотрите, там все находится. Жидкость. Это антифриз и масло вместе взятые. Здесь идет патрубок. Здесь, я так понимаю, тут тормозат стоит. Вот в этом месте. И прокладка уже, вон, видно, что сочится. Туда льется антифриз. И там внутри стоит масло. Также я снял следующий. Следующую катушку зажигания. Смотрите. Здесь тоже все в масле. И там стоит масло полностью. В этом тоже. Поэтому, ребята, проблема не в катализаторах, которые я поменял. Я их менял по указанию по просьбе клиента. Проблема находится совсем в другом. Сейчас я с ним свяжусь. Он взял мою машину. Я ему дал машину свою на прокат. Бесплатно. Хундай ЧП кататься. Это рабочая машина. Сейчас я с ним свяжусь. Пришлю фотографии. Или попрошу его приехать. Ну и будем разбираться, что делать. Если масло стоит во всех цилиндрах, оно стоит. Рано или поздно те свечи тоже будут пробивать. И будет проблема. Поэтому даже если сейчас почищу антифриз, все это уберу или поменяю прокладку, это не решит проблемы. Надо будет снимать впускной коллектор, менять все прокладки. И свеча зажигания. Возможно, даже может быть и все катушки зажигания тоже. В общем, ремонт только начинается. Все самое интересное впереди. А сколько это будет стоить, пока трудно сказать. Об этом чуть позже. Так, вот здесь, наверное, будет получше видно искру. Вон она идет. Ага, бьет. Еще раз. Вот здесь была искра этого провода. Но это электрический провод. Он идет на катушке зажигания. Он идет. Там просто надо заизолировать его хорошо. И все. Ну или посмотреть, разобрать, в чем проблема. Это уже потом. Масло стоит везде. Во всех цилиндрах внутри. Вот цилиндры, где свечи зажигания, я имею в виду. Вот такая интересная история, ребят, с этой машиной. Поэтому те, кто писал комментарии, отжал я эти катализаторы себе. Вон они валяются. Клиенту они не нужны. Они хорошие. Что там еще? Что я своей репутацией не дорожу. Вот такие ремонты делаю неправильные. И моя вина в этом. То, что я их поменял. Если бы изначально клиент пригнал бы машину ко мне, попросил бы сделать диагностику, но неужели я бы сразу начал менять катализаторы. Ребят, это просто дурость. Подключил компьютер. Цилиндр номер 5. Провал зажигания. Выключил. То есть выкрутил катушку зажигания. Свечу посмотрел. Все. Проблема решена. Поэтому, видите, как важно правильно пригнать машину к правильному механику. Я так думаю. Посоветовался со своими друзьями, американцами, механиками, которые работают за стенкой в этом же здании. У них более богатый опыт. Больше. Ну, больше опыта в работе с такими движками. Они сказали, Сергей, в принципе, ничего страшного. Не переживай. Масло стоит внутри этих цилиндров, где свеча зажигания. Это старые прокладки клапана крышек. Они потихонечку туда. Масло как бы осочится и попадает вовнутрь. Поэтому проблема в этом. Поменяю обе прокладки клапана крышек. Правую, левую. Новые катушки зажигания полностью поставив. Свечи зажигания. И вот где антифриз течет, вот здесь. Это такая идет алюминиевая хаузинка. Перемычка такая идет. Где антифриз идет, прокладка. Вот здесь надо поменять. И здесь. Вот это течет очень сильно. И, в принципе, все. Проблемка будет решена. Машина будет бегать. Вот. А где-то на запчасти уходит долларов, наверное, 400. Ну, а работу надо сейчас сесть, посчитать. Мне пока трудно сказать. Вот такой объем работы предстоит мне сделать, если клиент даст добро на ремонт. Ну что, друзья. Есть у меня добро. Разрешение на ремонт этой машины. Клиент согласился. Я ему дал квоту на ремонт. Запчасти я заказал уже здесь. Все лежат в этих коробочках. Прокладки клапанной крышки. Прокладки для впускного коллектора. Катушки зажигания. Свечи. В общем, все-все здесь. Ремонт будет на следующей неделе. Во вторник или в среду. Возьмет это пару дней, я ему сказал. Поэтому она оставляет машину. И ролик по ремонту я сделаю. Обязательно. Но, чтобы вас заинтриговать. Сейчас вам скажу, сколько обходится ремонт. Запчасти ремонт обходится. Что это за сумма? 1140 долларов. Вот такой расклад. Все подробности потом. Ну, а вы пишите свои комментарии. Будет интересно услышать по поводу этой машинки. Чья это была вина изначально моя или клиента. В плане диагностики и всего-всего ремонта. Завтра пятница, 11 октября. Озерный день, выходной. В общем, ролик выйдет на выходных. Ну, на этом все. Всем огромный привет. Это был Сергей. Всем пока-пока. Будем на связи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр!